МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Технический партнер проекта Автоцентр Мегасервис 4х4. Техническое обслуживание автомобилей, кузовной ремонт, сварка аргоном, подготовка автомобилей для туризма, охоты, рыбалки и спорта, ремонт и обслуживание квадроциклов, снегоходов и прицепов. Всем привет! С вами проект «За порогом». Меня зовут Андрей Кузьмин, и мы продолжаем путешествовать по Башкирии. Мы уже побывали в царе Туракова и Ценбека на озере Астапуль, и сегодня у нас на повестке дня Шиханы. Многие, наверное, о них слышали, а для тех, кто не знает, мы все расскажем подробно. Присоединяйтесь, поехали! Слово «Шихан» многие используют как имя собственное, связывая с ним название каких-либо конкретных возвышенностей или подразумевая отложение древних морей, как в случае с истерлитамаксскими шиханами. На самом деле это совершенно неправильно. Это тюркское слово обозначает одиночную гору, как правило, с ярко выраженной вершиной, хорошо выделяющуюся на фоне окружающего ландшафта. И происхождение ее может быть абсолютно любым. Такие объекты есть не только у нас. Похожие по форме горы Змейка, Бештау и Машут возвышаются в районе Кавказских минеральных вод. Даже знаменитый скальный массив Айерс-Рок или Улуру в Австралии тоже по своей сути шихан. Когда мы говорим слово шихан, у жителей разных регионов нашей страны возникают совершенно различные ассоциации. Мы в Башкирии, конечно же, в первую очередь вспомним знаменитые шиханы на правом берегу реки Белый. Это Юрактау, Тратау, Куштау. Мы там обязательно побываем, но чуть позже. Жители Челябинской области наверняка вспомнят гору шихан на берегу озера Оракуль. А вот в Саратовской области всем хорошо известен одноимённый военный полигон. На самом деле все эти названия объединяет простое тюркское слово шихан, которое обозначает островерхую остроконечную вершину. Как в нашем случае, это гора Сусактау на правом берегу реки Дёмы. Горы на правом берегу Дёмы имеют останцовое происхождение. То есть в результате эрозионных процессов и выветривания мягкие и рыхлые отложения горных пород были разрушены. И над поверхностью остались только более твёрдые и прочные породы, которые и сформировали столь причудливые формы рельефа. Находятся эти живописные горы в Альшеевском районе, недалеко от посёлка Раевский, вдоль автотрассы, ведущей в Стерлитомах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Немного выше по течению Дёмы, за деревней Нерестау, расположенной под одноимённой горой, есть очень интересное место, которое стоит посетить. Сразу скажу, что по поводу этого места не утихают споры между представителями как научного, так и религиозного мира. Мне не хотелось бы погружаться в пучину оценочных суждений или различных толкований множества версий. Тем более, что наш проект не является историческим. Просто скажу пару слов о предмете споров. По мнению одних исследователей, которые на данный момент являются основополагающим, на вершине горы похоронены сахабы, посланники пророка Мухаммеда, пришедшие на Южный Урал ещё в средние века. Именно в их честь у подножия несколько лет назад была построена мечеть, благоустроена территория и облагорожен святой источник. Местные жители рассказывают, что до Великой Отечественной войны на вершинах гор ещё стояли мавзолеи Кишине, подобные мавзолеям Турахана и Хусейнбека, о которых мы рассказали вам в предыдущих выпусках. Но потом по распоряжению властей они были разрушены. То есть погребения каких-то знатных людей действительно были. Но вот кто и когда захоронен на холмах Нарестау – вопрос пока окончательно нерешённый. Есть также версия, что это захоронение героев древнего башкирского эпоса – и Дукая, в исторических сводках более известного как Едигей, и его сына Мурадына. Но опять же, никакой фактической информации, подтверждающей или опровергающей эти догадки, не сохранилось. Существует и компромиссное мнение, согласно которому на одной из вершин, расположенной прямо над мечетью, покоятся святые сахабы, а на соседней нашли вечный покой и Дукая, и Мурадына. Лично мне этот вариант кажется наиболее верным. Уже по той причине, что способен примирить обе стороны спора. А историческую справедливость пусть восстанавливают специалисты. В любом случае, окрестности Нерестау достойны посещения, причем не только для мусульманина, но и для сторонника любого вероисповедания. Очень рекомендую искупаться в ледяной воде святого источника, где для этого специально обустроены купели, причем отдельно для мужской и женской части населения. Так что вам даже не придется задумываться о наличии купального костюма. Независимо от того, верите ли вы в легенды, каким богам предпочитаете молиться, прилив сил и энергии гарантирован. Проверено на собственном опыте. Получив заряд бодрости от чистейшей воды Нерестау, двигаемся дальше. От демских шаханов к бельским. Чуть больше часа езды до стерлитамака, и мы уже любуемся этими великолепными творениями природы. А начнем с самого южного и самого высокого шахана – Тратау, как он обозначен на картах, или Торатау, как называют эту гору местные жители. С южной стороны шахана Тратау находятся вот такие массивные бетонные руины. Если залезть в интернет, можно найти много информации, что якобы здесь была женская колония, на самом деле это не совсем так. Колония здесь действительно была, но мужская. Это исправительно-трудовое учреждение особого режима, где содержались заключенные, строители будущего нефтеперерабатывающего комбината и города Салават. У подножия горы находились несколько карьеров, где добывалась известь. И здесь в специальных ямах ее гасили для строительных нужд. А просуществовала эта колония здесь с 1948 по 1955 годы. Известняковый массив горы Торатау возвышается над уровнем моря на 406 метров. Местные жители считают эту гору священной. У ее подножия издавно было принято устраивать различные праздники, а на вершине проводили религиозные обряды и таинства. В зимние месяцы последних лет гора стала резиденцией башкирского Деда Мороза, Кышбабая, и привлекает сотни родителей с детьми. А летом Торатау – излюбленное место дельта и парапланиристов, которых сегодня, несмотря на выходной день и хороший ветер, почему-то не наблюдается. Ну и настал момент немного рассказать о том, что же представляют бельские или иначе стерлитамакские шиханы. То, что мы сегодня видим как горы – в прошлом рифовые острова древнего раннепермского моря, в котором обитало огромное количество водорослей и моллюсков, таких как аммониты, кораллы, мшанки, брахиоподы и даже, не побоюсь этого слова, узулиниды и фораминиферы. Именно из их окаменелых останков и сложены эти живописные горы, возраст которых ни много ни мало, а почти 300 миллионов лет. Можно с уверенностью сказать, что это огромный геологический музей под открытым небом, созданный самой природой. Но есть здесь музей и рукотворный. Потрясающая коллекция минералов и окаменелостей, собранная за время разработки горы Шахтау Иваном Альбертовичем Скуиным, несколько десятков лет проработавшим главным геологом на карьере. Экспозиция насчитывает более 3000 уникальных экспонатов, выставленных в одном небольшом зале. Это останки древней органики, натечные образования из минерала кальцита, сталактиты и сталагмиты и много других интересных мелочей, вроде зубов мамонта или ископаемой акулы. К сожалению, попасть в этот музей без специального разрешения невозможно, потому что находится он на режимной территории, у подножия горы Шахтау, которая в настоящее время срыта до основания. Известняк, из которого сложены шаханы, является ценным сырьем для производства соды и цемента. И сегодня по поводу будущего этих прекрасных гор ведутся жаркие политические и общественные споры. Карьер горы Шахтау – это объект закрытый, туристов туда не пускают, но шпионская техника в 21 веке продается практически в открытом доступе, поэтому мы можем показать вам его с высоты птичьего полета. Основная масса добытого в карьере известняка идет на производство пищевой и кальцинированной соды. Эта продукция имеет важнейшее, если не сказать, стратегическое значение. Помимо пищевой промышленности, соды широко применяют в металлургии, при добыче нефти, мыловарении, в производстве бытовой химии и стекла. И это лишь краткий список отраслей, использующих соду. Другое направление – производство цемента, сферы применения которого, думаю, известны каждому. Теперь, когда запасы шахтау на исходе, остро стоит вопрос сырьевого обеспечения крупнейшего градообразующего предприятия города Стерлитамака. Производство соды и цемента достаточно технологичное, и чтобы рассказать о всей цепочке, не хватит целой передачи. Поэтому мы покажем вам лишь начальную и конечную стадию, откуда берется известняк и во что он потом превращается. Мало кто знает, что такое Белые моря, если, конечно, речь не идет о русском севере. Зато это название прекрасно известно жителям города Стерлитамака. И для того, чтобы показать их вам, мы снова прибегнем к помощи шпионской техники. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Вопреки расхожим байкам об экологической катастрофе, замечу, что Белые моря – это отвалы промышленных отходов, состоящих из гашенной извести и так называемой дистиллерной, а, проще говоря, сильно пересоленной воды. Какого-либо потенциального вреда окружающей среде эти вещества не несут. Но само существование объекта на такой площади, понятное дело, радости тоже не доставляет. Если верить заявлениям в средствах массовой информации, белые моря могут исчезнуть уже через 15 лет, в случае если из отходов будет налажено производство востребованного на химическом рынке хлористого кальция. Субтитры создавал DimaTorzok Ну и чтобы немного отвлечься от производственной темы, предлагаю прогуляться еще на один шахан, что находится севернее всех и ниже по течению белой. Называется он Юрактау, что в переводе с башкирского означает «сердце гора», а любому жителю Стерлитамака эта гора больше известна под именем Лысая. Не столь романтична, но зато больше похожа на правду. Чтобы попасть к ней, огибаем гору Куштау с востока, оставляя справа карьер с остатками вышеупомянутого шахана Шахтау. Миновав горнолыжную трассу, выезжаем на Т-образный перекресток, откуда на гору можно попасть двумя путями, свернув налево через мужскую исправительную колонию в селе Мебельный, которая на картах может быть обозначена как Бельская, или направо через деревню Юрактау. Поляна у подножия горы часто служит для проведения различных труслетов, а на крутом западном склоне Юрактау нередко проводят тренировки и соревнования скалолазы, альпинисты и спелеотуристы. И вы можете тоже легко совершить восхождение на эту гору. Абсолютная высота шахана 338 метров, а относительное, то есть превышение от основания, всего 200. Стало быть, человек со средней физической подготовкой легко осилит подъем за 30-40 минут. Дорому на вершину Юрактау именуют Коралловой тропой за обилие останков морской фауны. Прямо на ходу вы можете собрать небольшую коллекцию симпатичных палеозойских окаменелостей и сделать не только шикарные селфи, но и более серьезные фотографии. Субтитры подогнал «Симон» Подошел к концу еще один наш уикенд. Надеюсь, вам понравилось и было не скучно. Больше путешествуйте, присоединяйтесь к нашей команде, вступайте в нашу группу ВКонтакте, ведь самое интересное всегда ждет нас за порогом. До новых встреч, друзья! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»